Поиск работы может тянуться неделями. Собеседование с работодателями в разных уголках городского округа отнимает не только время, но и деньги. Чтобы облегчить поиск, ежегодно в Центре занятости населения проводится ярмарка вакансий. На них работу по специальности могут найти как студенты, так и люди со стажем. Для тех, кто ищет работу, такие ярмарки вакансий – это хорошая возможность напрямую пообщаться сразу с десятком потенциальных работодателей. Сегодня специалисты нужны как на крупных предприятиях, так и в малых фирмах. Конечно же, бывает такая ситуация, что человек пришел, мы его не знаем, может быть и зарплата у него не такая будет большая, но потом рассматривается, если специалист действительно отвечает нашим требованиям, рассматривается вопрос о повышении персональных надбавок. Ярмарка вакансий подходит всем – как студентам без опыта работы, так и людям с многолетним стажем. Хочу пойти работать, это электромонтером, потому что я закончил аресуевский техникум в Кабанове, закончил очень хорошо, мне все объяснили, мне все рассказали, мне надо будет подъехать в Ликино-Дулево, на Ликинский автобусный завод, заполнить анкету, соответствующие документы привезти и уже там они решат, брать меня или не брать. Поиск работы – это та же работа. Все доступно, все понятно, информативно. Вот я взял контакты, теперь буду уже над этим работать непосредственно по графику, непосредственно по обязанностям. В настоящее время на учете в центре занятости населения находится почти 750 человек. Уровень безработицы в городском округе Ликино-Дулево за последние два года находится на довольно низком уровне. Всего полпроцента от общего количества населения. Такой же показатель на уровне области. На сегодняшний день проведено 11 ярмарков вакансий, в том числе 7 ярмарков вакансий для инвалидов. Ну где-то 25% от общего количества обратившихся находят работу. Для более удобного поиска работы существует единый портал «Работа в России». В нем зарегистрировано свыше 300 тысяч компаний, которые предлагают более миллиона вакансий по всей стране.